Темп Мы, так сказать, позволяли Себе, поскольку А теперь нет, потому что Сейчас все работают в темпе Каждый старается, так сказать Вот, и мы тоже решили Потому что Кроме нас Мы заинтересованы в том, чтобы ваше время Так сказать, чтобы оно У нас, правда, есть люди Которые любят поговорить об экономии Времени, а сами иногда Тратят это время впустую Мы это учли и решили сюда сегодня выходить только по делу Вышли сюда, значит Постояли, постояли и вот так А потом опять А потом опять, потому что Кроме нас, там еще есть Которые Пускай они тоже чего-нибудь, нельзя же так Я, видите, почему вы Я не знаю, может быть вам, так сказать Наше производство, так сказать Поскольку оно, вот Интересно, естественно Интересно, почему, так сказать В том или ином случае Вот, мы это понимаем Поэтому и говорим, что Раз уж, так сказать Вот, то мы обязаны В какой-то мере Чтобы вот так А иначе нельзя Иначе нельзя, товарищи Вот, я Я мог бы Долго говорить на эту тему Но Я просто не хочу задерживать Ваше внимание Потому что у меня уже был один такой случай У меня Есть приятель У него вообще Товарищ Миров Я, да Не довольны ли говорить на эту тему? По-моему, довольны Просто не смог остановиться Я А то, вы знаете, у меня тоже был один приятель Да Он любил поговорить И вот однажды так болтал-болтал И опоздал на работу на целый час Безобразие Что это вы дружите с таким человеком? Сейчас надо на работу приходить вовремя Точно Минута в минуту Ты приди Повесь номерок А потом болтай сколько времени Нет, я Поторопился Я не так сказал Простите Скажите, вы Да Вы могли бы объявить сейчас номер Да Так, чтобы уложиться в одну минуту Во сколько? В минуту Давайте Что давайте? Давайте минуту Я сейчас уложу Пожалуйста Подумай, сделай Пожалуйста Я засекаю ве Ну, пожалуйста Подумай, что в минуту уложиться Я в десять укладывал Нет, десять труднее Сколько нужно, сказать, интересных Занимательных слов А тут что Объявить фамилию артистов Ну, правда Нужно, там, сказать Где слова Характери номера Но ведь не минуту Старать на это дело При желании При серьезном отношении К делу Можно прекрасно уложиться В полминуты На видской Хотите сейчас полминуты уложу Уже? Что? Минута прошла? Не важно Давайте другую Я в любую уложу Лёвович Ну, так же и нельзя Да нет Я могу уложиться в минуту Но не сразу Мне же для этого время Нужно Да ведь вы же его Сами затягивали Ну, что вы говорите Минута Это, понимаете Время Это дело серьезное А минута Это ерунда Оно все там говорит Да в наше время И минута, дорогая Минута Это же Минута Это же, я понимаю 60 секунд Минута Это не только 60 секунд Ну, значит, не только 60 секунд Минута Это Это километры Килограммы Киловатты Квадратные метры А вы говорите 60 секунд Да вы знаете Что у нас в стране Вот, скажем Наши обувные фабрики В одну минуту Выпускают Сотни порогов Столевары За одну минуту Дают тонны стали Шахтеры Выдают на горы Десятки тонн угля Строители В одной только Москве За одну минуту Строят Более двух Квадратных метров В жилой площадь Что они делают Сколько Как строят Более двух Квадратных метров В жилой площади Ну Погодите Что же это Получается Что же это Получается Значит Так Значит За 10 минут Уже может быть 20-ти метровая комната За 6 минут Коридор За 7 минут Кухня Ай-яй-яй-яй Что такое Эх вы Да вы знаете Что мы сейчас С вами Проболтали Здесь отдельную Квартиру Со всеми удобностями Что вы говорите Не забрали Квартиру Нет Все А И не только Квартиру Как не только А еще Несколько Автомобилей Как и Автомобилей Ну конечно Ай-яй-яй Ну насчет Автомобилей Вы там Немножечко Конечно Ну как же Товарищ Мир Ведь у нас В стране Каждую минуту Изготовляется Автомобиль Вот почему Так упорно Дерутся Советские люди За каждую минуту Экономии времени Токари-скоростники Столевары И шахтеры Трактористы И комбайнеры Камельщики И экскаваторщики Давно уже ведут Счет не на минуты А на секунды Из этих Сэкономленных Секунд и минут Складываются годы Ну да Я понимаю Сет минуты Это 60 секунд Верно? Ну конечно Конечно 60 секунд Но зато Я смогу Мчаться В скоростном Комфортабельном Электропоезде Москва-Сочи Куда-то в Сочи Да Ну-ну Со скоростью 120 километров в час Это же значит 2 километра в минуту Вы? Да В Сочи? Да Ну а я? А вы? Да А вы? Вы сможете лететь В скоростном самолете Со скоростью 900 километров в час Это же значит 15 километров в минуту Ага То есть Диными-то словами Да Вы за 2 минуты Да Можете долететь Ну скажу От Москвы Ну-у-у До Малаховки Да Куда мне надо лететь Туда До Малаховки Ну да Я бы Зачем мне туда лететь Ну так Для примера Я и для примера Туда не полетел Я найду место Куда мне лететь Что же вы мне выбрали Тоже Малаховку Понимаете Сам в Сочи поедет А меня Малаховка Проехит Не хорошо Не ожидал Я от вас этого Молодой-молодой А уже Понимаете Он говорит А Мирова Давай Малаховку Нет кого Чтоб наоборот Позелать Понимаете Да вы меня неверно помните Ну я вас понял Я бы на вашем месте Ну давайте вместе Поедем в Сочи Вот это другое дело Когда поедем Вот сейчас поговорим об этом Еще разговаривать будем Ну конечно Тогда побыстрее давайте Потому что этот вопрос Меня взволновал Понимаете АПЛОДИСМЕНТЫ Сочи поедем в Сочи поедем Что это Что вы так ввязываете Что это с вашим лицом Я не понимаю А что такое Ну что это вы так Стоите сегодня Концерт все-таки Верно С таким лицом Нельзя вести концерт С таким лицом Можно и то только В очень крайнем случае Делаться доклад Ревизионной комиссии Понимаете На каком-нибудь отчет На перевыборном Собрании Мискома А вести концерт Таким лицом Противопоказано Ну что это такое Ну что у вас там случилось Что вы так Говорите Да понимаете Попал в безумно Глупое положение Ну Я так смотрю Что-то с вашим лицом Нет Я не хотел сказать Что у вас очень глупое Нет Просто Не очень умное было Вот я почему искал А что такое Какое Что случилось Петр Михайлович Кто-кто Петр Михайлович А ну да Ну как Поручил мне Организовать Выездной шефский концерт Ну Я договорился с артистами Встретил их сегодня Всех на Курском вокзале Посадил в поезд Они уехали Хорошо Плохо Как Артисты приехали На вокзал приехали Посадили их в поезд Посадил И они значит Уехали Уехали Хорошо Очень плохо Почему плохо Я не понимаю Концерта не будет А Значит Артисты приехали Вы их посадили Они значит Ну да Кらい Тогда плохо А почему концерт не будет Я не понимаю Отменили Когда Да только что Позвонил Петр Михайлович по телефону, говорит, концерт отменяется. Вы представляете, какая это будет неприятность? Да не, ну это ясно. Я себе... О, что будет? Конечно, это ясно. Да ну а вы чего расстраивайтесь? Неприятности у кого? У Петра Михайловича, у вас вам че, я не понимаю. Да ведь Петр Михайлович мне сказал. А это не важно, что он вам сказал. Важно, что он вам написал. Да нет, он мне ничего не писал. Это был телефонный разговор. Как вы? А что у вас? Разбумажки? Нет, разве? Какой бумажки? Ну бумажки. О чем? Ну о том, что он вам поручает организацию концерта, это не он? Нет. И учишь вас, учишь, а толку чуть. Сколько раз я вам говорил, в письменной форме, только в письменной форме. Бумажка, прежде всего бумажка. В данном-то случае это была бы совершенно лишняя бумажка. Ну, по-моему, лучше лишняя бумажка, чем лишняя неприятность, по-моему. Важно что? Важно снять с себя всякую ответственность, понимаете? Ну, зачем вам нужны эти неприятности? Вот приедут товарищи и вернутся. Один, понимаете, рассердится, другой обидится. А так есть бумажка, все, отвечает тот, кто ее подписал. И все. Понятно вам, а? Понятно. Вот, милый мой, учитесь. Ну, ладно, на чем я тут заболтался с вами, на чем... А, да, вот. Так, значит, я пойду, понимаете, вот два, может быть, два, может, три номера сами объявите. Ну, при чем вы, сейчас у нас должен идти вокальный номер. Понимаете? Но пойдет, вероятно, не вокальный, пойдет такой разговорный, понимаете? Так вы его объявите. Вначале разговорный, а потом вокальный. А, понятно. Сможете, а? Ну, конечно. Не напутайте. Ну, нет, нет. Ну, смотрите, что было всего. Я пошел. Товарищ Миров, бумажку. Что бумажка? Дайте мне бумажку. Какую бумажку? А, тема. А? О том, что вы поручаете мне объявить сначала разговорный номер, а потом вокальный. А зачем это вам нужно, я не понимаю? Как зачем? Чтобы самому не отвечать, зачем мне это нужно? Погоди, все. Все мы с вами чужие, мы свои люди. Неважно, все равно только в письменной форме. Мало ли что может произойти, один обидится, другой рассердится. Вы же сами говорили. Я говорил, я имел, когда... Вот, вот, вот. Все, все. Вот так же. Пожалуйста, вот тебе... Вот бюрократ тоже. Ну, пожалуйста, я вам дам бумажку, если это вам нужно. Мне же не трудно, дело большое. Товарищ Миров карандашом не годится. Не действительно. Вот вам ручка, напишите и распишите. Ну, пожалуйста, значит, поручаю, поручаю товарищу Новичкому объявление разговорного номера. А потом вокально. Миров. И число, число. Число, пожалуйста, число. Так, устраивай, пожалуйста. Теперь бумажка есть, все в порядке. Ну, очень хорошо. Не забудьте после этого объявить перерыв. Хорошо. Я пошел. Одну минуточку. Да. Бумажку. Все? Бумажку. Я же вам дал бумажку, какую вам еще бумажку надо? Нет, бумажку о том, что вы поручаете мне объявить перерыв. Слушайте, голубки, ну это же совершенно лишняя бумажка. Ничего, ничего. Лучше лишняя бумажка, чем лишняя неприятность. Слушайте, в конце концов, просьба, надо знать чувство мира, пошутили, и ладно. Слушайте, товарищ Миров, в конце концов, кто из нас художественный руководитель? Вы или я? Я. Вы? Ага. Ну так вот, значит, ваше дело распоряжаться, а мое подчиняться. Так, а что, а я же сказал, все. Не важно, что вы сказали. Важно, что вы написали. Только в письменной форме, вы же сами говорили. Ну нет, уголовок, все, а что вы говорите, что вы говорите, что нет, что нет, пожалуйста, бумажку, давайте я вам там, а что кричать-то зайдем, пожалуйста, пожалуйста, нет, о-о-о, не хорошо. Значит так, поручается товарищу Новицкому после разговорного номера объявить перерыв мира, пожалуйста, число надо? Обязательно. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну что, мне трудно, вот вам, о-о-о, прям так, я прям даже разнервничался, честное слово, дайте папиросу, пожалуйста. Прям действительно. Пожалуйста. Да, спасибо. Вот вы тоже, вот видите, я папиросу прошел, вы мне ручку даете. А это чтобы вы расписались в получении. Ну да, я в получении чего, я не понимаю. Папиросы. Как вы, а зачем это, а вы что, серьезно говорите? Вполне. А зачем я буду? Чтобы снять с себя всякую ответственность. Перед кем? Перед женой. Да не, ну вы с ума сошли. Я серьезно, жена следит, чтобы я выкуривал в день не больше трех папирос. Я приду, она не досчитается четвертой. Я ей раз бумажку за вашей подписью и кончил. Ну да. Правильно. Отвечает тот, кто подписал. Ну да. Отвечает самому, зачем же это не нужно. Ну да, я, значит, ну да. Она вам скандалы бумажку. Понятно, пожалуйста, это можно. Ну интересно. Нет, вообще, конечно, вы можете право. Значит так, получил товарища Новицкого одну, значит, папиросу. В скобках я, значит, эту прописью. Миров, пожалуйста. Число, пожалуйста. Пожалуйста. Интересно. Смотрите, пожалуйста, за одну минуту, сколько я на вас извел бумаги-то, а? Ведь только сегодня утром у нас в хозчасти взял этот блокнот, и я его почти половина как не бывал. Вы знаете, у вас, между прочим, могут быть из-за этого большие неприятности. Ну, а? Чего? Ну как же, разбазаривание казенного блокнота. А, ну, все. Ну как же, вы что, завхоза нашего не знаете. А что этого я не понимаю? Ну, как же, такой скандал устроит ухвитит бюрократ. Да, 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 а как же он это, а что, это, дайте ручку, дайте ручку, дайте, напишите мне. Что вам написано? Что вы, значит, я вам выдал, значит, столько-то бумаги. А, давай, да, давайте. Пожалуйста. Да, получил у товарища Мирова столько-то, столько прописи. Сколько я вам там дал? Пять, четыре, а? Да, правильно, лучше лишняя бумажка, чем лишняя неприятность. Конечно, зачем мне? Он мне скандал, я ему это. Пожалуйста. Правильно, спасибо. Товарищ Миров, только, знаете, что я вас попросил? Пожалуйста. Вы мне тоже напишите бумажку о том, что я вам выдал бумажку на все те бумажки, которые вы мне выбрали. Что? Вы что, с ума сошлись? Ну, не, ну, серьезно. Дайте мне бумажки, какие я вам там выдал. Пожалуйста. Безобразие какое, понимаете? Значит, ну, что же вы рвете? Оставьте, пожалуйста, что вы прячетесь, понимаете, за бумажкой? Надо отвечать за свои поступки, понимаете, безобразие какое. Подождите, порвите и мою бумажку. Это нельзя, это мне для завхоза отчитываться, а то скандал устроить. А это вы, понимаете, безобразие, бумажки какой нажал. Против. Что? Что это? Что вы мне дали, подождите? Это авиапочта, город Баку, Уинакская улица. Что это? Простите, простите, товарищ Миров, просто, вы знаете, в одном кармане лежали вот программка и письмо перепутал. Я понимаю, а кому это письмо? Да вчера вечером получил письмо от родителей. Сегодня на него ответил с утра, и вот ношу в кармане, забыл отправить. Ну да, я говорю, письмо кому это? Да серьезно, родителям. Ну да, знаем этих. Нет, я... Да вот тут же написано, товарищ Миров, смотрите, В и А Новицким. Ну что? Смотрите, Вер, вы что, переписываете с родителями? А вы разве не переписываете? Как не переписываете? Видите, с одной стороны, конечно, переписываются. Простите, простите, я не понимаю, что значит с одной стороны переписываются? Значит, они мне пишут. Ну да, они вам пишут, а вы им... А я им, ну как я им, как и большинство, телеграммки, поздравляю, с праздником. Ну да, это, конечно, понятно. А вот письма, письма. Письма? Да нет, письма. С удовольствием. А о чем? О чем писать? Да ну как же о чем писать? Ну ведь они-то, наверное, и находят, о чем вам писать. Ну они, они же родители, все уже. Родители всегда, она вот. И потом ведь я для них еще и ребенок, еще и совет, совет. Вот у меня есть письмо, я недавно получил. Ну вот, почитайте, вы сразу поймете. Да, да, интересно. Вот, почитайте. Дорогой наш мальчик. О, это я мальчик. Получил ли ты посылку с абрикосовым вареньем? Получил. Мы помним, что в детстве ты его очень любил. Очень любил. Я одна же из буфета. Очень любил. Видите, как приятно, а старики помнят об этом? Ну, родители, они все помнят. Вчера мы были, вчера мы были на лекции. Где, где они были вчера? Смотрите, вчера мы были на лекции. Смотри, я читал, этого не было. Вот тут же черным по белому написано. Вчера мы были на лекции. Грипп и борьба с ним. Смотри, пожалуйста. Если у вас в Москве читают эту лекцию, обязательно сходи. Это очень интересно. Сейчас советую пойду. Грипп чаще всего бывает от простуды. А ты, наверное, по-прежнему теряешь калоши. Вот, сейчас. Сейчас, сейчас, там мама. Поэтому мама просит тебя сдавать их в гардероб и обязательно брать номерок. Ну, да, то я ведь мальчик и все ребенок. Я ведь не знаю, что калоши нужно сдавать в гардероб и что нужно обязательно брать номерок. Дальше читайте. Там дальше будет интересно, Василий. Обычно так всегда и бывает там. Я вам номерок не дала. Номерок я вам не дала. Да нет, какой номерок? Мы же не вместе пришли с вами. Странно. Казал мог к вам попасть. Нет, ничего. Да ну ладно. Не вас, консервисов. Сейчас такая погода. Можно ходить без номерка. Нашли, да? А, ну ладно. Не беспокойтесь. Не, не ищите. Все равно не найдете. Дорогой наш мальчик. Мама знает, что пишет. Как прошла твоя премьера? Мы следим за всеми газетами, но нигде об этом ничего не написано. Очень волнуемся за тебя. Видите, они волнуются. Ну и напрасно. Все волноваться. Раз в газетах ни сегодня написано, значит, уже я хорошо. Очень хорошо. Дорогой наш мальчик, почему ты нам ничего не пишешь? Это письмо мы посылаем тебе через Катю. Катя, сестра моя. Так как не знаем твоего нового адреса. Вот, видите, все знают, а они не знают. И все виновата вот эта Катя. Каждые три дня писала им письма, не удосужилась им написать о моем адресе, понимаете. Никакой заботы к старикам, никакого внимания к старикам, безобразия какого. А старики у вас замечательные. Хорошие, верно? По письму видно. Ну вот. Ведь какое теплое письмо они вам написали. Хорошее письмо написали. Вы давно его получили? Не, недавно. Полгода тому. Не больше как полгода. Полгода тому назад получили письмо от родителей и до сих пор не ответили. А куда? Я бы с удовольствием. Они уже за это время в Москву приехали. А они же здесь, они же у нас теперь. А, так они теперь у вас? У нас. Не у меня, у сестры они живут. Ну да, я понимаю. Ну да, у меня, правда, две комнаты, у нее одна, но там удобнее. Удобнее просто. Но вы их часто видите, бываете у них? А когда все, концерты, репетиции, некогда зайти и дали. А ведь они, наверное, обижаются на вас? Нет. Они у меня золотые старики. Они только говорят, что, сынок, не можешь зайти, ну хоть позвони. Вот это они говорят. Ну и вы им часто звоните? Часто. Собираюсь часто. Они все никак не получают. Знаете, то одно, то другое. То пятое, то десятое. Ну вы же знаете, верно. А вот вы поставьте себя на место своих родителей. Ведь вот пройдет какое-то количество времени. Да. Ваши дети подрастут, станут взрослыми. У каждого из них будет своя семья, свои дети, свои заботы, свои интересы. И вот, несмотря на это, они найдут время, чтобы уделить и вам свое внимание. Ведь подумайте, как вам будет приятно. Вот вечером сидите вы дома, и вдруг звонок по телефону. Звонит ваша дочь или ваш сын. Отец, как ты себя чувствуешь? Не скучаешь ли? Сегодня вечером мы обязательно придем к тебе. Наташа принесет тебе твое любимое абрикосовое варенье. На улице сыр очень, отец. Ты уж побереги себя. Не выходи на улицу без калош. А если будешь сдавать их где-нибудь в гардероб, старайся не терять номерок. Я сейчас приду, милый. И вы тоже сидите и сейчас отправьте письмо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищ Мир, чем вы так заинтересовались? Слыхали? Нет, ничего не слыхал. Совсем ничего? Нет, а что, случилось что-нибудь? Случилось. Что ж такое? Меня, вот видите, по совместительству назначили начальником отдела спасания утопающих. Ну, поздравляю вас. Спасибо. Сердечно вас поздравляю. Спасибо. Не понимаю, только когда вы успеваете справляться с таким огромным объемом работ? Трудно, а что делать? Не хватает руководящих кадров на пароходе. А вот в чем дело. Пришлось согласиться, ничего не сделать. Да, понятно. Скажите, товарищ Мир, а что это вы сейчас там рассматривали в подзорную трубу? Где? Да вон там. А, вон, посмотрите. Там человек нырнул, и что-то долго не показывается. Давно? А? Я говорю, давно? С утра. Слушайте, товарищ Мир, так он же утонул. Не, я говорю, меня назначили с утра. Нет, тонет он, по-моему, недавно. Вот, опять показался. Вот так все время, то туда, то оттуда. Интересно наблюдать прям. Слушайте, его немедленно нужно спасать. Почему вы считаете, что его надо спасать? Да ведь вы же сами говорите, что он тонет. Не, я не очень в этом уверен. Может, действительно тонет, а может, рекорды по плаванию устанавливает. Да какие там рекорды? Что же он все время под воду-то уходит? Вот и меня это удивляет. Чего он там не видал, думаю. Во, во, смотри, опять показался. Вот так все время. Слушайте, спускайте шлюпку, он тонет. Я в этом не очень уверен. Но на всякий случай спасайте. На всякий случай, сказал. Вы знаете, за что меня с руководства бассейном сняли? Ну? За то, что я тоже вот на всякий случай этих плавунов из бассейна удалял. Чтоб они мне воду не мутили. А меня сняли, засрыв спортивных рекордов. Может, и это рекордсмен плавает. Кто его ждал? О, опять нырнул, смотри, боролся, а. Я ему на всякий случай хотя бы круг брошу. Стой! Что вы, милый? Я же за этот круг расписывался. Он еще уплывет с этим кругом, а я отвечаю, нельзя. Ну, хорошо, так что же вы собираетесь предпринимать? Ну, что, надо, дело серьезное. Тут надо посоветоваться с народом, милый. Да с каким народом? С каким, с начальством, с каким народом. С начальством? С начальством, с каким народом, действительно. Восьмой. Михаил Семенович? Михаил Семенович, это я. Михаил Семенович, вот какой вопросик к вам будет. Вот, предположим, значит, человек тонет. Но не конкретно тонет. Не определен, да, может, тонет, верно? А может, он на ватолаза учится. Ну, издали-то не разберет. Вот те, что говорите? Не, не, он еще держится. Мне же видать. В общем, пузырей не видно пока. Вот, какая будет ваша установка? Спасать или не надо? Спасать? Слушаешь. Нет, я понял, понял. Спасать, понимаю, сейчас, понимаю. Спасать. Спасать. Нельзя спасать. Нельзя спасать. Тебя, понимаешь, вытащишь, а себя утопишь. Спасешь, а потом скажут, ложная паника. Небось, не предложил мне письменное распоряжение дать. А я ведь не маленький, меня на этот день нету. Опять нырнул. Что-то он в последнее время стал все чаще нырять, все реже выныривать. Эх, надо спасать. Надо спасать. Была, не была. Попрошу письменное распоряжение. Восьмой. Михаил Семенович, опять я. Да, да вот насчет этого предполагаемого утопающего. Михаил Семенович, не смогли бы вы мне дать письменное распоряжение? А вот, что значит, спасать. Что говорите? Куда идти? Алло. Алло. Послал, а куда не разобрал. Прервали. Не, а я так и знал, что он меня в другую инстанцию пошлет. Тут человек тонет. Каждая секунда, дорогая, он меня по инстанциям гоняет. Бюрократизм разводит. Ну, не на такого напал. Я ведь этот бюрократизм выжгу. Каленой метлой. Эй, ты, держись, сейчас разберемся. Восьмой. Михаил Семенович, опять я. Вот уточнить хотелось бы. Вот вы мне сказали, идите вы. А куда идти? Я не понял. Куда, говорите? Куда? А ведь интеллигентный человек. Вы молодящий работник, а? Не могу же я идти на поводу у каждого утопленника. Эй, ты, где ты там? Что мне с тобой делать? Ума не приложу. Что делать, что делать? Поздно с ним что-нибудь делать. Почему поздно? Уже. Что уже? Утонул. Утонул? Вот симулянт. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, вырался. Ну, явный очков терапик. Ведь делал вид, что рекорды по плаванию устанавливают. Ну, он не может быть о нас претензий. Мы действуем довольно оперативно. Это уж он сам поторопился. Алло. Да ладно, ладно, товарищ Миров. Не волнуйтесь. Куда же не волноваться? Алло. Не волнуйтесь, я пошутил. А? А? Его спасли. Кто спас? Ну, я спас. Сам. И ни с кем не согласовывал. Ну, чего ж тут согласовывать? Ведь человек, Тоня. О, герой. Ну, герой. Ну, теперь вам в приказе благодарность вывесят. Или, может, даже еще лучше. Глядишь, и под суд отдадут. Это уж как начальство посмотрит. Нет, серьезно говорите, спасли его. Спасли. Ну, молодец. У меня прям гора сплит. Ну, я тогда пойду освежусь. Куда вы, товарищ Миров? Пойду, выкупаюсь. А зачем же вы круг спасательный с собой взяли? Как зачем? Я же вам, говорю, купаться буду. Вдруг тонуть начну. Что мне ждать, пока вы с начальством согласовывать будете? Нет, милый, я ведь ученый. Меня на это не возьмешь. Я пошел. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ